Я вас категорически приветствую. Многие, наверное, уже в курсе, что горячо любимый детишками губка Боб внезапно оказался геем. Ну, правда, эпизода с раскрытием ориентации губки Боба пока что нет. Но, судя по всему, это всего лишь вопрос времени. На деле камин-аут произошел вовсе не в сериале, а в твиттере телекомпании Nickelodeon, выпускающей сериал. В резонансном сообщении канал поздравлял ЛГБТ-сообщество с тем, что оно есть. Текст сопровождался изображениями персонажей в радужных цветах, среди которых затесался и веселый губка Боб. Гей – это, кстати, по-русски «веселый», вдруг кто-то не знает. Одни тут же поспешили на этот счет поиронизировать. Другие замерли в ожидании нового эпизода, где губка Боб порадует своего другана Патрикея. Ну, там, вынимая кое-что из широких штанин или приспуская квадратные штаны. Но вот что во всей этой истории интересно. Дело в том, что дискуссии о крепкой дружбе Губки Боба и Патрикея ведутся в интернетах очень давно. Но еще в 2005 году создатель сериала Стивен Хилленберг отметил, что такие разговоры не имеют никакого отношения к происходящему в мультике. Стивен подчеркнул, что никогда не собирался делать своих персонажей геями. И вообще считал их практически бесполыми, асексуальными. Но вот в ноябре 2018 Стивен скончался. Ну и понятное дело, теперь о его персонажа можно говорить что угодно. Теперь ведь никто не осмелится возразить творящемуся на глазах у детей паскудству. Теперь можно приписывать персонажам какую угодно ориентацию. Причислять их к любым меньшинствам и сообществам. А все ради того, чтобы попасть в дивный новый мир.